привет друзья сегодня плетем стеночки нашей сумки с заготовки убираем резинку и начинаем проплетать веревочкой из двух до того как высота бортика станет 6 сантиметров проплетаем все на сухих стойках чтобы все было ровно и чтобы было удобно плести когда мы проплели до высоты 6 сантиметров берем линейку и вымеряем высоту что все было одинаково везде где выше чем 6 сантиметров подминаем если меньше 6 сантиметров немножко распрямляем рядки для того чтобы полностью бортики со всех сторон одинаковые 6 сантиметров рабочие трубочки заправляем по рисунку к стойкам дальше начинаем выплетать центральные узоры с обеих сторон вот такой центральный узор с двух сторон должен получиться и плетем их на трех вертикальных стойках центральных вертикальных стойках для этого справа и слева от центральной стойки вставляем две рабочие трубочки и начинаем оплетать с правой трубочки буду показывать медленно что было понятно берем правую трубочку заводим ее за левую стойку огибаем и заводим и выводим за центральной стойкой и выводим за центральной стойкой теперь берем левую трубочку заводим заводим за правую стойку огибаем заводим за центральную стойку заводим за центральную стойку и заводим за центральную стойку и заводим за центральную стойку берем левую трубочку Заводим за правую стойку И выводим за центральную стойку И так повторяем до конца Проплетаем до самого верха Пока у нас все три стойки не заполнятся рисунком Наращиваем всегда за центральной стойкой Вот такой рисунок получился Теперь выплетаем боковые части сумочки Сначала с одной стороны выплетаем Вот у меня сейчас видно, да, с левой стороны проплетено Теперь то же самое делаем и с правой стороны К стойке, которая рядом с центральным рисунком С левой стороны подставляем рабочую трубочку И начинаем ее плести простой ситцевый рисунок Огибаем стойку Помогайте себе круглогубцами Любыми пинцетами, щипцами, что у вас есть под рукой Так будет проще И проплетаем ситец За стойку Перед стойкой За стойку Перед стойкой Не забываем, что мы всегда наращиваем за стойкой Когда доходим до второй части центрального рисунка Точно так же огибаем стойку Вынимаем ее из отверстия И возвращаемся в обратную сторону Точно так же по рисунку Если было за стойкой, значит делаем перед стойкой Если было перед стойкой, делаем за стойкой И так проплетаем до высоты нашей корзинки Не доходя четырех сантиметров до края сумочки Не натягивайте петли Делайте их немножко свободными Для того, чтобы не перекосился центральный рисунок Для того, чтобы у вас равномерное натяжение с двух сторон От центрального рисунка был и слева, и справа Вот мы с вами проплели полностью и рисунок, и боковые стороны У нас с вами осталось сверху 4 сантиметра Проверяем, чтобы все было одинаково по всему периметру Как и снизу, если высоко, то приминаем Если низко, немножко распускаем ряды, чтобы все было одинаково Далее до конца проплетаем простой веревочкой из двух Когда мы завершили проплетать, срезаем все стойки Они сухие, они нам больше не понадобятся И устанавливаем стойки с левой стороны от срезанных Установили влажные стойки И начинаем делать загибку розга Для этого подготовим 5 подсказок 5 наших галочек Вот я для этого беру 5 трубочек И начинаю с первой, с любой стойки Беру две подсказки Надеваю на стойку Рядом с ней устанавливаю с соседней стойкой еще одну подсказку Они нам понадобятся, когда мы будем завершать розгум И укладываем нашу стойку На следующую стойку тоже устанавливаем подсказку И к ней кладем нашу стойку И последнюю берем подсказку Делаем то же самое Обратите внимание, что когда мы укладываем трубочки Они должны закрывать наши срезанные стойки Чтобы их не было видно Дальше берем пятую справа трубочку Протягиваем ее к следующей свободной стойке И к ней опускаем стойку И так до конца у нас с вами получается Аккуратная, ровная загибка по всей поверхности сумочки Обязательно соблюдайте рисунок Смотрите, чтобы стойки укладывались рядышком с друг другом Не друг на друга, а рядышком Чтобы получился вот такой вот узор Одинаковый на всей поверхности нашей загибки Когда мы подходим к нашим подсказкам Мы видим, сколько надо положить на те места Которые они занимают наших стоек К первой кладем две То есть первая трубочка и стойка к ней К следующей, на то место, где подсказка Кладем еще одну стойку К следующей кладем еще одну стойку И к последней, по рисунку, кладем последнюю стойку Итак, рисунок у нас совпал Хвостики подтягиваем Чтобы все было равномерно Натяжение было одинаковое Теперь можем обрезать Как обрезаем? Немножко отодвигаем в левую сторону Срезаем и прячем в нашу загибку Вот так вот получилось Для того, чтобы у нас форму сумочка не потеряла Предлагаю сразу ее загрунтовать Для этого берем любой лак Я взяла паркетный лак ВГТ Смешала с водой в пропорции один к одному И кисточкой сверху Прошлась по всей поверхности сумочки И нашей загибки Оставила высыхать Для того, чтобы мы уже потом достали форму И продолжили с ней работать Еще раз пройдемся изнутри пунктов И когда достанем из формы Установим ручку И сформируем для нее чехол На этом сегодня завершаем урок В следующем уроке будем готовить с вами ручку Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok